Бронзовая медаль на 25-м международном фестивале кино и телевидения в Нью-Йорке. Белос Д'Артаньян и три мушкетера Должен один стать за всех Мушкетеры твердо знают Смело они постоят Все за одного Друга в беде не оставь Так они считают Радость, делить и печаль Только и всего Должен один стать за всех Мушкетеры забывали Если где надо помочь Он душа спеши Храбрым и выгодно быть Кое-кто считает Но не поменять костюм Мушкетеры спеши Да-да-да-да-да-да-да И жизнь опасна очень Да-да-да-да-да-да-да И Нью-Йорке даже ночью Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав За всех принципов мы изменяем Все мы готовы, а зло к делу впереди Шуткой опасности мы весело встречаем Дружбы такой, как у нас, в мире не найти Другу на помощь придем, по-другому жить не стоит Будет быть, может, тогда меньше зла вокруг Должен один стать за всех, мушкетеров трое И мушкетер Д'Артаньян предаши их рук Серия 24. Самозванец Рассвет над Парижем Наших друзей Д'Артаньяна, Атоса Портоса и Арамиса Ждет долгий путь Они должны доставить королевские сокровища к испанскому двору Сам король Людовик поручил им это дело Мушкетеры встали сегодня ни свет ни заря Чего нельзя сказать о нашем герое Д'Артаньяне Хватит спать, Д'Артаньян, просыпайся Скоро приедут мушкетеры и будут тебя ждать Открывай глаза, Соня Я открою окно, чтобы ты проснулся Спасибо, друзья Простите, что побеспокоил вас Спасибо вам еще раз Еще раз повторяю Вставай немедленно Я тебе не нянька Если хочешь ехать в Испанию с мускетерами, то вставай! Давай! Еще так рано! Сначала я должен выспаться Ты не можешь больше спать! Совсем скоро полдень! Тебе пора в Испанию! Давай быстро, собирайся! Стыдно перед бульетой! Надевай это! Хорошо, я готов! И все это! Браво, браво! Это лучше! Уже похож на мускетера! Кажется, мне срочно надо плотно позавтракать! Вот настоящий мужчина! Думает о сне, о еде и больше не о чем! Ешь свой завтрак и побыстрее! Ведь мускетеры тебя уже, наверное, ждут! О, как это приятно! И как это у него получается! Он так и сказал? Да, смешно! Смейтесь, смейтесь! Вам уже недолго осталось! Смотрите, господин, как у нас Сэнди сверкает! Да, Сэнди, ты красотка! Я почистил ее, она готова к путешествию! Спасибо тебе, планшет! Да не за что, мне это только в радость! Я уверен, что наша Сэнди будет самой красивой лошадью в Испании! А как задержать? Это сигнал, Росфор? Да, мансиньор! Я приказал известить нас, когда они отправятся! Они знают, что делают! А ты волен делать что угодно, только бы остановить мушкетеров! Это наш последний шанс их унизить! Мансиньор, мушкетеры не доедут до Испанского двора! Обещаю, сокровища будут у нас через пару дней! Надеюсь, ты не упустишь шанс! Не беспокойтесь, все войска на границе государства получили необходимые распоряжения! Отлично! С их помощью мы добудем сокровища, а этих глупцов затем обвинят в пропаже ценностей! Это последнее задание мушкетеров! Хотел бы я послушать, как они объяснят королю, куда делись ценности! Ну все, поехали! Пока, Джульетта! Береги себя! Удачи, любовь моя! До встречи! До свидания! Рашфор, у них нет никаких шансов доехать до Испании! Как здесь красиво! Да, Пом? Угу! Ты не представляешь, как я счастлив сегодня! Подгони-ка, Сэнди! Поехали быстрее! До встречи! Мы поскакали! Давай, Сэнди! Но! 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 Вот это мне больше нравится! Но! Но, Дертоньян! Он как щенок! Я тоже был таким! Так ведь и вот, Джульетта ждет! Эй! Кто, Сэнди, не привыкла к таким пробежкам? Завыдохлась? Сэнди, ты устала? Ну, нам надо в Испанию! Ну вот, придется сделать привал! Хе-хе-хе-хе! Все ли у нас готово? Да! Ну, вот и все! Да, неплохое местечко для последнего приключения, мушкетеров! Я уверен, что это будет очень красивое падение! Хе-хе-хе-хе-хе! О, подвесной мост? Подвесной? Ай-яй! С виду он ненадежный! По-моему, это опасно! Не бойся, Пол! Все хорошо! Посмотри, один неверный Сака, мы точно разобьемся! Хе-хе-хе-хе! Ну ты трусишка! Ну! Как-то странно скрипит! Надо проехать как можно быстрее! Нет, я больше не могу! Я назад! Лучше уж быстрее проехать вперед! Да? Если вы встанете падать, лучше я посмотрю с берега! Хе-хе-хе! Ты трусишь, как мышь! До встречи! Да, может обзываться, но мост слишком опасный! Опомнись! Вернись! Да! Веревка лопнула! Дарсаньян! Быстрее! Веревка рвется! Что ты говоришь? Мост вот-вот рухнет! Веревка лопнула! Но! Быстрее! Вперед! Но! Но! Вперед! Давай, Розная, давай! Но! Но! Вперед! Этого не может быть! Вперед! Но! О нет! Только не рвись! Но! Но! Давай! Давай! Еще чуть-чуть! А-а-а! Ай! Вот так я и думал! Давай, Сэнди! А-а-а! Вытаскивай ногу! Ага! Давай! Давай! А-а-а! Попробуй удержать веревку! Эй! Сейчас же отпусти веревку! Отпусти, я сказал! Эй! 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 Отпусти! О нет! Пожалуйста, спасите! Спасите! А ты сам виноват, капитан! Помогите! 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 Да нет, Оста! Допустим, они спаслись, но это еще не конец. Теперь я остался один в лесу, голодный, холодный и сонный. И как же мне попасть к своим? Ммм? Ммм? Это призрак? Нет, это просто сова. А ведь совы любят узнавать нами мы сами. Спи, наконец. Нужен ты им. Прости, но я не могу об этом не думать. Мой папа говорил, что если сова не спит, значит она ищет тебя. Я смогу тебя защитить. Постарайся уснуть. Мой папа говорил, что если сова не спит, значит она ищет тебя. Тихо, малыш, спокойно. Эй! Тсс! Давай, давай, давай! Давай! Помогите, а! Помогите! Что это за звуки? Уходим, проснулись! Эй! На! Подождите! Эй, проснитесь! Кажется, нас ограбили. Бежим! Эй, стойте! Стойте! На! На! Скорей! Вернитесь! В ходу, в ходу! Стой, говорю! Эй! На! Эй, давай, на рекой! Эй! Стойте! Верните коней! Что происходит? Не дала им себя украй, Сэнди, а? А теперь отвечай, зачем вам наши кони? Простите меня, это все наш губернатор. Пожалуйста, прошу вас, верните мне мою внучку. Пожалуйста, она не вернала. Если хочешь вернуть свою внучку, ты должен сделать мне подарок. Приведи мне к утру десять коней. Десять коней? Вот именно. Это правда, клянусь вам. Непонятно, зачем они губернатору. Я не уверен, но, по-моему, он ждет каких-то знатных гостей из Парижа и хочет их чем-нибудь порадовать. Каких гостей? Кого это? Хм, странно. Я знаю. Да, это сам король. Что? Если бы король собирался приехать, мы бы знали. Но кто еще может быть? Может, Рошфор? А? Рошфор? Но почему? Почему губернатор делает ему подарки? Может, губернатор города думает, что Рошфор важная шишка при дворе, и поэтому пытается его подкупить. Так. Ага. Итак, мускетеры. И что мы будем делать? Мускетеры, наш девиз. Помогай несчастным. Один за всех, все за одного. Вот главное правило. Ура! Отважный отряд двинулся к замку. Горя желанием преодолеть все препятствия на своем пути, они идут бороться за правду, вершить добрые дела и восстанавливать справедливость. Они идут помочь тем, кто попал в беду. И вот они приближаются, предвкушая победу. Пом собирается разнюхать полезную для Вертаньяна и мушкетеров информацию. У меня будет 10 лошадей. Цыгане справились с работой. Да, это мы удачно придумали с их девчонкой. Это мой шаг к возвышению. Я доберусь до Парижа. Вы заслужили это. Достигнув двора, вы не забудете меня? Конечно, не забуду. Но чтобы этого добиться, мы должны понравиться графу Росфору. У графа есть солидные связи, не так ли? Я лично с ним не знаком, но слышал, что он очень близок к самому кардиналу. Понятно. Этот негодяй охотец, чтобы Росфор его пристроил ко двору. Сказал Д'Артаньяну. Спасибо, Пум. Что-нибудь придумаем. Отлично. Так и сделаем. Мы накажем этого подлеца. Что там у вас? Мы притворимся, что мы... Граф Росфор и его свита. И это весело. Здорово. Эй, открывайте. Это граф Росфор. Слышите? Прибыл граф Росфор. Быстро отпирайте ворота. Скажите губернатору, что прибыл граф Росфор. Одну секунду, граф. Итак, приготовились. А, добро пожаловать в замок, граф. Хм, спасибо за гостеприимство. Я оценил ваш прием. Мой господин. Знаю я этих коррупционеров, как облупленных. Тш-ш-ш. Губернатор. О, да, милорд. Мы проголодались. Конечно, мой господин. Мы приготовили ужин, в вашу честь. Думаю, вам и вашим людям должно понравиться. Тахнит от подхалимства. Скорее. Милорд, милорд. Граф Росфор приехал. Граф Росфор... Что ты так кричишь? Я уже беседую с графом Росфором. Что случилось, губернатор? Ничего страшного? В замок прибыл человек, называющий себя графом Росфором. Это же самозванец. Может быть. Но если это вы самозванец, как мне узнать? Это конец. Посмотрите, это королевские сокровища, которые подарил моей семье сам Людовик Тринадцатый. Простите! Ничего, я вас прощаю. Посмотрим на самозванца. Где моя шляпа? Что с тобой сегодня, дружище, спишь на ходу? Идем, Портос. Губернатор. Неужели кто-то прикрывается вашим именем, граф? Сейчас узнаем. Ну и кто здесь называет себя графом Росфором? Что? Невероятно. Хватит припираться. Сдавайся, негодяй. Бросай шпагу. Самозванец. Я хочу, чтобы его арестовали. Ха-ха. 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 Не арестуете его, будете сами за все отвечать, ясно? Срочно захватить самозванца! Такую любимую! Почи к ним! Заходи сзади! Вы что, не видите, кто настоящий Рашфор? Губернатор, вы хотите перебраться в Париж? Да, милорд! Ваша мечта сбудется. Я рекомендую вас кардиналу на должность секретаря. Буду вечно вам благодарен, милорд. Я вижу, что вы этого заслужили. Скажите, граф Рашфор, что мне делать с самозванцем? Отправьте его в Париж в кандалах. Он поплатится за этот маскарад. Да, милорд, я к вашим услугам. А как насчет девочки? Минутку, месье. Да, милорд. Отпустите цыганскую девочку. Как вы об этом узнали? Не задавайте вопросов. Верните ее. И дайте мне трех хороших коней. Милорд. Не знаю, как вас благодарить. Да ну, нетов-то. Я не забуду вашей доброты. Позвольте мне в качестве благодарности вручить вам средство, которым мы сами пользуемся. Оно обезвреживает любой яд. Вот, возьмите. Спасибо, друг. Хороший повод для приезда в Париж. Поздравляю вас с новым назначением, месье. Ах, прекрасный Париж. Надеюсь, что вы не... Как я давно о тебе мечтал. Ха-ха-ха. Забудите обо мне. Граф Рашфор, что с вами? Граф Рашфор, что происходит? Рашфор? Как же мне разобраться, кто есть кто? Ты недоумок. Бестолковый и бесполезный. Простите меня, мой господин. Никогда я не прощу оскорблений. Чистолюбивые мечты губернатора рухнули. Д'Артаньян и его друзья продолжают свой путь в Испанию. Весьма довольны, что их снова не подвел главный девиз мушкетеров. Один за всех и все за одного. В следующей серии наши друзья пересекают границу Испании, думая, что все неприятности позади. Но, к несчастью, одна дама встает на пути мушкетеров, делая все возможное, чтобы им помешать. Производство BRB International. Автор сценария Клаудио Бьерн-Бойк. Композиторы Гвида и Маурисио де Анхелес. По мотивам Романа Александра Дюмана. Режиссеры Том Вайнер, Роберт Берон, Берт Элман. Фильм озвучен компанией Лайко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова